Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео будет интересно тем, кто хочет больше узнать о музыке. Ведь в нем пойдет речь об онлайн-колледже Studium Music, которому в этом году исполняется 10 лет. Хочу отметить, что я смог узнать очень много ценной и бесплатной информации на этом онлайн-ресурсе. Поэтому в знак благодарности решил отснять данный ролик, чтобы рассказать и другим людям об этом, я думаю, без преувеличения, одним из лучшим онлайн-ресурсам для музыкантов на просторах Рунета. Кто же собой представляет этот онлайн-колледж? В первую очередь это сайт Studiumusic.ru, первая статья, на которой было выложено 15 августа 2011 года. На данный момент он, конечно же, содержит намного больше материала. В частности, там есть 17 бесплатных видеокурсов и по общей длительности, которые содержат более 30 часов бесплатных видеороликов. Но очень ценная информация для музыкантов. Также есть еще YouTube-канал Studium Music, который был основан 2 сентября 2011 года. На данный момент на него загружено более 750 видеороликов. На самую разную тематику. На этих двух ресурсах вы можете найти информацию по теории музыки, импровизации, полифонии, создании музыки, аккомпанементу, сольфеджио, развитию слуха, развитию ритма. И очень многое другое, аранжировки и так далее. Например, я очень хорошо смог прокачать свой скилл в отношении того, как, например, написать мелодии, как подобрать аккорды к мелодии, как подобрать бой или перебор. Или говоря более сложным языком, методика создания аккомпанемента. Очень люблю ритмы. Я коллекционирую ритмические рисунки. Там есть немало ценной информации в отношении того, как работает музыкальный ритм. Как его связать с гармонией и мелодией. Ну и также есть еще один ресурс. Это онлайн-академия гитары. Ютуб-канал, который был основан в 2012 году. Конечно же, кто-то из вас сможет спросить, а почему, Виктор, ты обращаешь внимание именно на стадию мьюзик? Ведь на просторах Рунета есть и другие онлайн-ресурсы. Да, это правда. Но я хотел бы подчеркнуть некоторые сильные стороны данного мой колледж. Во-первых, его создатели, эта личность, это Денис Чефаров. Этот парень вырос в семье музыкантов. И он любит музыку. Я бы, конечно, так как он не уделял столько времени музыке, поскольку не полностью поглощен. Но это его личное право. Но в любом случае, благодаря своему такому увлечению музыкой, он смог стать по-настоящему компетентным человеком. А не просто тем, кто что-то знает по наслышке и передает это другим. Также у Дениса очень культурная речь. То есть, в его роликах нет сленга, нет цензурных выражений, какой-то сарказма, дискриминации. Он по возможности старается объективно подходить к тому или иному вопросу. И для меня это тоже очень важно. Один из таких моментов еще, это то, что Денис умеет хорошо анализировать и систематизировать информацию. Поэтому я на стадии музыки не просто получил что-то новое. Я смог связать эту информацию с уже имеющимися знаниями. И сделать как бы такую цепочку связей между ними, образно говоря, расставить по полочкам. И знания музыки, которые у меня есть и которые я получил. Денис старается выявлять какие-то стереотипы, которые не очень хорошо влияют на развитие музыканта. Могут служить таким свой рода творческим тормозом. Помогают и их преодолеть. Особенно также полезно то, что вы экономите время, обучаясь в этом онлайн колледже. Примером тому служат ролики поп-гармония за 15 минут, джаз-гармония за 20 минут, рок-гармония, блюз и так далее. По сути, когда мы смотрим это видео, то тратится небольшой промежуток времени. Но для его создания автор переработал очень большой объем материала. Нашел самое важное. Смог это вместить в ограниченное количество времени. То есть мы получаем как бы 100% сок с минимумом воды. Ну и конечно некоторые смогут заметить, что материал может казаться сложным. Ну, как бы да. Для тех, кто вообще не знаком с музыкой, очень тяжело бывает, чтобы понять некоторые ролики. Хотя Денис старается также вылаживать ролики о музыке без нот. Где просто как бы рассуждают о каких-то явлениях, тенденциях, которые имеются в современном искусстве. Которые поняты на широком кругу читателей и зрителей. Ну, в любом случае, его ролики можно понять. И ведь там у него есть бесплатный курс по теории музыки. И тот, кто пожелает его пройти за 3 месяца, сможет освоить программу по теории, которая проходится в детской музыкальной школе, скажем, за 5 лет или за 7 лет. Их кто на фортеплеану учится. Поэтому потратив 3 месяца на этот курс и в принципе все остальное, что преподносится в роликах Дениса или выкладывается на сайте Study Music, будет вполне понятно. Ну и для кого будет полезен этот ресурс? Ну, для тех, кто хочет с нуля учиться музыке, в частности по игре один курс я сказал. Ну и большинстве для тех, кто уже знаком. Например, если вы музыкант, который играет для себя, да, и хочет разнообразить, там, аккомпанемент, подбирать какие-то более интересные аккорды, там, научиться более интересным видам арпеджио, или говоря по простому, переборам, баян. Все это можно найти на Study Music. Или вы хотите, например, свои стихи положить на музыку, там, или чьи-то стихи, вот вы узнали, хотите сочинять музыку, будто песни или какие-то инструментальные композиции. Тоже можно найти информацию. Поэтому, надеюсь, этот ролик оказался для вас полезным. Я думаю, что если вы перейдете на канал Study Music, онлайн-гитара или сайт studymusic.ru, то найдете для себя что-то полезное. Спасибо большое, что смотрите мой канал. Интересно, знаете, вот такую тенденцию, что большинство зрителей это новые зрители, а не те, которые смотрели ролики раньше. Поэтому не забудьте, пожалуйста, подписаться на видеополит, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мне также важен ваш фидбэк. Напишите в комментарии, что вы думаете по этому ролику. Вообще, о канале развития его, может, какие-то пожелания, советы. Ну и не забудьте оценить это видео. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всего вам хорошего. До новых встреч на YouTube.